Сразу забегая вперед, скажу, эта работа далеко не закончена. Работа представляет из себя, и итоги этой работы представляют итоговую справку на губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, которую мы подготовили, и которая ушла за подписью руководителя рабочей группы, которая была создана по поручению губернатора Ленинградской области. Но на этом мы не останавливаемся, мы говорим о том, что и дальше мы продолжаем диалог с вами, с жителями, диалог с местной властью. Самый, наверное, насущный вопрос – это возможность возврата способа расчета за отопление, исходя из равномерной оплаты в течение года. Вопрос неоднозначный, он вызывает споры, естественно, и в вашем круге, естественно. Кому-то устраивает та система, которая у нас реализовывалась с января месяца, кого-то не устраивает это в силу того, что действительно существенное бремя нагрузки лежит на семейных бюджетах. Поэтому мы здесь исходили исключительно из положения законодательства и тех прав, которыми сегодня обладает субъект Российской Федерации в части регулирования этих отношений. И рекомендовали администрации муниципального образования применить норму нашего регионального постановления, которое диктует до 1 июля как минимум 2016 года проведение оплаты населения, исходя все-таки из равномерной схемы оплаты, исходя из 1,12 годового объема потребления коммунальных услуг, в случае, если имеются приборы учета. Что касается тарифа, самая больная, естественно, тема. Вы знаете уже губернатором области предъявлено решение о том, что тариф на территории Выборга будет видоизменен, и, соответственно, через переход на изменение Единой теплоснабжающей организации, которая сегодня является управляющей компанией ЖКХ Выборгского района, будет проработан вопрос о том, что Единой теплоснабжающей на территории Выборга будет выбор теплоэнергии. В течение ближайших двух месяцев нам поручено разработать схему и все необходимые нормативные правовые акты для реализации данного поручения. Что касается проверки правильности и корректности показаний услуг учета, очень много нареканий, вопросов и обращений касалось этой тематики. В целом, могу сказать, что практически за редким исключением у нас нет нареканий. У специалистов, которые проводили подобные обследования, в ряд домов у нас проводили обследование в присутствии советов на квартирных домах, либо жителей на квартирных домах, у нас нет существенных претензий к работе узлов учета и, соответственно, к тем показаниям, на основании которых выставляются в настоящее время счета за отопление.